Но вот от кого-то деньги и почти все действительно куда-то уехали. Но при этом суд не собирается банкротить Тальмана Исмаилова по его желанию. Но это только пока. Сегодня московский областной арбитраж перенес рассмотрение дела о несостоятельности бывшего владельца черкизовского рынка. Дело в том, что в суд поступили сразу несколько заявлений и от кредиторов, и от самого бизнесмена. И теперь с ними по очереди разбирается. Ну а ясность внесет наш экономический обозреватель Юлия Макарова. Она-то знает, почему так много людей, включая самого бизнесмена, так жаждут этого банкротства. Он больше не справляется с долгами. Тальман Исмаилов сейчас только под данным единого реестра сведений о банкротстве не может отдать своим кредиторам, вдумайтесь, 160 миллиардов рублей. Итак, управляющая компания «Капитал» ждет почти 12,5 миллиардов по договору поручительства. Семь вот таких вот офшоров надеются на возврат практически 120 в совокупности миллиардов. Среди них есть вот эта вот кипрская «Сезария Лимитед». Она пять лет назад выдала офшору Исмаилова займов на 100 миллионов долларов. Но предприниматель деньги не вернул. Есть среди кредиторов и частное лицо, например, бизнесмен Виталий Машицкий, которому бывший владелец черкизовского рынка должен 2 миллиарда. Банк Москвы выдал три займа компаниям Исмаилова под его личное поручительство. Вот только структуры обанкротились. Поэтому теперь в кредитной организации надеются выбить деньги самого миллиардера. Или уже, может быть, бывшего миллиардера. Давайте разберемся, есть ли деньги у предпринимателя. В созданную им группу АСТ входят более 30 компаний. Только вот сейчас все они записаны не на него. Частью он переоформил на двух сыновей и племянника. Остальные ушли в офшоры. Ресторан «Прага», к примеру, бизнес-центр «Тропикана», переехали на британские и виргинские острова. Позже их забрал ВТБ за долги. Личные активы. Давайте посмотрим. Там тоже много вопросов формально. У Исмаилова есть земельный участок за почти 14 миллионов рублей. Наличные 25 тысяч 88 рублей и 29 долларов. Еще столько насчитал суд. Ни постоянного места работы, никаких либо источников доходов. Неформально звучала информация о квартире на Кутузовском проспекте, жилых домах в Подмосковье. Но, видимо, Исмаилов успел все переписать до вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. Ведь как только новые нормы заработали, иск с требованием признать бизнесмена несостоятельным подал Банк Москвы, о котором мы уже говорили, требует вернуть почти 20 миллиардов рублей. Но инстанции ошиблись, пришли в областной суд, а надо было в городской. Другой кредитор Исмаилова, некий Борис Зубков, опомнился позже, но бумажки принес сразу, куда надо. Говорит, дал Исмаилову в сентябре 2014-го 15 миллионов рублей. Ну вот сравните 15 миллионов и 20 миллиардов. Есть расписка, но возврата он так и не дождался. Суд решил признать Исмаилова несостоятельным по требованию вот этого самого Зубкова. Банк Москвы оспорил это решение, потому что хочет сам банкротить Исмаилову. Ну, казалось бы, зачем это? Объясню на простой детской игре. Вот это вот стул, это и есть Исмаилов. И на него хотят сесть несколько кредиторов. Кто успел, тот и победил. По процедуре банкротства, кто первый подал иск, тот фактически. Выбирает ключевую фигуру в этой процедуре финансово-управляющего. Сплотивший империю бизнесмен эту игру хорошо знает и сам подал заявление о своем банкротстве. Видимо, и на нем хочет заработать, ну или как минимум сэкономить. Посмотрим, как же это все можно сделать. Имущество банкрота распродают. Вырученные деньги раздают. А кредиторам кому сколько хватит. Если кому-то не достается, ну, тут уж ничего не поделаешь. Долги обнуляются. Таким образом, Исмаилову могут просить миллиарды рублей. Есть, конечно, и неприятные последствия у банкротства. Пять лет предприниматель не сможет просто так брать кредиты. Придется рассказывать о своей несостоятельности. На три года Тальман Исмаилов потеряет право напрямую управлять своим бизнесом. Ну, тоже мне проблема для человека, который и так уже формально отошел от дел. Но только формально, говорят в бизнес-кругах.